друзья всем привет меня зовут михаил сегодня хочу вам рассказать немножко о пленочных камерах о конкретно расскажу вот об этой камере киев 6s который мне подарил друг на день рождения ну проведу небольшой обзор немножко хочу поговорить о том актуально ли пленочные фотографии в настоящее время или нет и покажу как заряжать пленку в киев потому что у меня были некоторые проблемы но с этим поехали вообще пленочные фотографии на сегодняшний день до сих пор актуально мне кажется в двух таких разрезах значит первое это момент это момент качества особенно среднеформатная фотография она на мой взгляд превосходит до сих пор современную цифровую можно спорить там смотреть какие-то графики еще что-то но возможно цифра и и как бы догоняет и с цифрой можно сделать даже может быть лучший результат но его придется делать на пленочной камере ты просто нажимаешь на кнопку тебя все готово если ты попал в экспозицию все нормально у тебя все готово сразу классная фотография цифры придется долго возиться какие-то обработки сложные какие-то манипуляции еще что-то и тогда может быть она начнет приближаться к этому результату второй момент это эстетика пленочная фотография невероятно обладает своим настроением и это это можно почувствовать только поснимав на пленку вот то о чем я говорю на цифре все-таки как-то все так шалтай болтай там побежал что на щелкал там сами сами кадры не ценится вот на пленке каждый кадр это прям кадр это фотография а на цифре все как такое но не знают мои субъективные ощущения но вот так вообще пленочная фотография ее можно разделить на три типа но мы будем два рассматривать да это узкая пленка средняя пленка и большой формат полный формат я его рассматривать не буду я сам на него никогда не снимал хотел бы попробовать но пока такой возможности не представилась полный формат это камеры знаете такие где фотограф накрывался с головой вот эти вот большие такие деревянные огромные фотоаппараты у меня такого нет стоит очень дорого как бы и там нужно обладать определенными уже знаниями такими серьезными навыками для того чтобы снимать на эту камеру потому что но сам процесс съемки он несложный а вот дальше процесс проявки закрепление изображения уже там требует определенных каких-то знаний и самое главное технологии которых у меня к сожалению нет дальше идут вот камеры значит узкопленочные но обычные до 35 миллиметровые камеры это обычные фотоаппараты которые сейчас все называют полнокадровые в цифровом мире полнокадровый там просто размер кадра маты матрицы самой матрицы матрицы фотоаппарата он такой же как у пленки поэтому они называются полноформатными до полнокадровыми что кадр такой же матрица такая же по размеру как кадр есть еще среднеформатные фотоаппараты вот в данном случае у меня камера вот киев 6s я не очень давно мечтал и мне друг подарил на день рождения этот фотоаппарат и подарил с ним кучу пленки которую я отснял только один ролик и вот сейчас думаю надо вернуться к этому потому что сейчас лето интересно много солнца и хочется поснимать вот отличие от узкой пленки в том что эта пленка просто шире вот ну 35 миллиметровая пленка если вы видели она приблизительно вот такого размера до широкая пленка этого пленка типа 120 она вот такая вот это я примерно конечно показывано шире то есть у нас кадр получается больше сама сам кадр итоговым получается значительно больше и качество изображения то которое получается на этой пленке она конечно но фантастическое вот так выглядит фотоаппарат киев 6s и он поставляется в двух вариантах значит у него есть здесь сменная вот такая вот штука это так называемая шахта а еще есть обычный видоискатель да то есть видоискатель мы фотоаппарате смотрим просто глазом и видим что-то а шахта это сейчас я вам покажу в общем такая вот интересная конструкция изначально в шахту не видно ничего для того чтобы видеть изображение нам нужно завести в завести затвор мы его взводим и тогда в шахте появляется изображение оно очень классное детализированное только там местами поменят право и лево там к этому надо привыкать но в целом изображение просто отличное в него приятно вглядываться приятно строить кадр мне очень нравится шахта причем когда нависит у тебя фотоаппарат как бы на животе ну то есть ты вы надел на его ремень на шею несешь и смотришь как бы вниз люди даже не понимают что ты их фотографируешь да потому что все привыкли что в камеру надо именно смотреть вот я использую киев именно с шахтой видоискатель просто я не очень люблю а вот шахт такая вот интересная конструкция в шахте еще присутствует лупа его можно так открыть и тогда центральная часть изображения будет как бы увеличиваться но здесь наверно он плохо видно просто хотел показать что это такое да шахту сейчас уберу значит киев выпускался в двух видах с кнопкой спуска с левой стороны как у меня это неудобно потом мы стали делать с правой стороны более удобная у меня модель с кнопкой слева это в принципе не напрягает потому что какой-то спешки нет при съемке да ты всегда можешь и нажать вот такой звук издает камера звук шикарный взводим затвор еще раз так она звучит значит фотоаппарат имеет возможность смены сменных объективов у меня объектив 1 пока на камере можно установить выдержку вот этим колесом до устанавливается выдержка диафрагма выставляется непосредственно на самом объективе вот вращая колесо мы выставляем диафрагму ту которую мы хотим в этих камерах используется пленка повторюсь 120 пленочка вот такая я покажу сейчас как ее заряжать потому что первый раз я зарядил неправильно несколько кадров я испортил потом я все почитал узнал все такими тоже не хватает опыта именно фотографирование фотоаппарате среднего формата у меня есть еще фотоаппарат вот такой вот любитель 166 в имя снимал тоже удачно тоже шахтовый такой тут тоже и шахта у него все видно вот камера классная но киев все-таки не сравнится с любителем любитель все-таки старенький уже не тут заедают механизмы выдержки там не точные проскакивают друг мне подарил киев спасибо игорь большое он шикарный в отличном состоянии у него работают безупречно выдержки диафрагма хорошо все открывается пленочный протяжный механизм классно срабатывает в общем он прям классный и сейчас я вам хочу показать как заряжать пленку фотоаппараты такого типа так ребята для того чтобы зарядить пленку во первых вам нужно собственно сама пленка я буду заряжать такую велье 50 до светочувствительность на пленке светочувствительность указана непосредственно на самой катушке и здесь нельзя как в цифровом фотоаппарате до взять и поменять iso то есть я вот заряжаю эту пленку со светочувствительностью 50 пока ее не отсниму я не могу поставить другую пленку фотоаппарат потому что мне это засветится ну или это будет очень сложно все представлять обычно так не делает никто то есть ты заряжаешь пленку и отснимаешь ее полностью на этой пленке меня будет 12 фотографий надеюсь они получатся вот значит как собственно происходит зарядка пленки прежде всего мы открываем катушку но пленки бывают в картонных коробочках вот у меня эта пленка в таком пакетике надрываем пакетик и мы видим с вами что здесь пленка намотана на такую пластиковую палочку пленка вот закрыта начало пленки закрыта вот такой бумажный этикеткой мы ее так вот с вами отрываем и видим здесь начало нашей пленки и вот такой вот специальную бумажную такую штуку значит что теперь наберем камеру переворачиваем вверх ногами и здесь мы видим две такие вот штуки интересные мы их можем отогнуть тут есть специальные такие места под пальцем и левую вот эту штуку мы поворачиваем и немножко так тянем на себя немножко вытягивается у нас открывается крышка автоаппарата что мы здесь видим значит здесь мы видим саму камеру собственно это все ее устройство практически да можно посмотреть даже взвести затвор посмотрите как шторки да это шторки наши бегают я щас нажму кнопку и затвор откроется и закроется очень быстро конечно можно поставить выдержку какую-нибудь помедленнее скажем пол секунды тогда этот затвор будет более медленно у нас проскальзывать вот видите это целых пол секунды было то есть тут открывается отверстие до свет попадает у нас на пленку и у нас происходит экспозиция и так мы внутри видим два отсека с левой стороны у меня остался с прошлого раза ролик от старой пленки на ней уже не осталось пленки но нам еще пригодится для того мы вынимаем для этого мы тянем вот эту вот штучку еще вниз и этот ролик у нас снимается таким вот образом его вынимаем вот у нас пленка намотана точно на такой же пластиковую штуку на пластику ролик просто здесь пленка есть а здесь ее уже нет мы берем его и переставляем в правую часть нашего с аппарата здесь пленка сделана таким образом что есть определенные пазы определенной формы и поставить ее неправильно ну не получится надо убедиться что пленка попала именно в пазы туда вот мне пленка попала я могу проверить вот она прокручивается и в этой же катушки есть паз специальный паз под который мы будем использовать свою вот эту вот бумажный язычок мы берем пленку вставляем ее уже в новое место точно также смотрим чтобы пленка наша попала в пазы мне тут немножко неудобно что теперь делаем мы вытягиваем нашу пленочку и заправляем кончик языка в нашу первую катушку и начинаем потихонечку эту катушечку закручивать туда тем самым мы проверяем натяжение одну секунду все это натяну еще раз надо это делать двумя руками вот мне язычок не попал сейчас его еще раз более точно выставлю еще раз я его заправляю немножко неудобно делать это на камеру все-таки когда камера лежит к тебе лицом более удобно все протяжка пошла я кручу видите ролик одной рукой и нас пленка тянется сейчас будет важный момент все всего покажу на пленке есть вот такая отметка старт и эту отметку старт стрелочку мы даже совместить с красной точкой на камере сейчас я до мотаю все у меня старт стрелка совмещена с красной точкой это значит что камера готова к съемке теперь я могу закрыть свой затвор фотоаппарат готов делать первые кадры дальше я вам покажу следующее видео уже буду снимать на улице как я снимаю непосредственно на сам киев потом уже покажу тот результат который получился ребят ну вот мы заправили пленку в наш киев следующем видео я пойду гулять буду что-то снимать я вам расскажу про экспозицию про то как я на этот киев определяю те параметры которые нужны для съемки ну и уже потом покажу результат когда я сниму катушку я не тороплюсь всегда и снимаю с удовольствием ни одна пленка может уходить там за месяц он зависит тоже от событий аппарат тоже не требует батареек никаких единственный минус киева самого что он очень тяжелый он тяжеленный вот например этот любитель я с собой таскал много где там идешь в походы просто кинул много места не занимает он легчайший вообще там нет ничего он соответственно тот объектив такой простенький сами механизмы очень такие упрощенные но и качество изображение которое получается тут она немножечко немножечко очень сильно отличается от того что можно сделать при помощи киева но в основном это конечно портретная такая пейзажная фотография это фотография очень неторопливая неспешная когда у вас есть время подумать выбрать композицию в общем с этой камерой можно думать и получать такие но хорошие фотографии хороший результат она дает я вам потом расскажу как ну что у меня получается вообще или не получается я пленку люблю вообще пленочную фотографию мне она очень нравится но единственный минус тоже что она не такая не такая доступная да поэтому много снимать я на нее не снимаю потому что во первых пленка стоит денег во вторых там проявка это стоит денег в третьих у тебя ты всегда не знаешь какой результат получится поэтому пленка она для меня остается такой эта фотография вот под настроение что называется то есть это не фотография на каждый день это нужно настроиться собраться взять фотоаппарат пойти там гулять устраивать выстраивать эти кадры такая немножко расслабляющая фотография совершенно когда ты можешь выбраться из этого ритма но и фотография со светочувствительностью 50 да она понятно что предназначена для съемки на ярком солнце на улице вечером этот пленкой ты особо ничего там не поснимаешь такой вот но посмотрим что получится я вам покажу результат спасибо ребят за просмотр подписывайтесь на канал всем до встречи пока